Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите вам представить доклад на тему профилактики гнойно-септических осложнений при трансплантации почки. Ретроспективный анализ случаев положительных бактериологических перфузатов. Анализ поведен на основании данных, полученных в отделении трансплантации почки поджелудочной железы Института скорой помощи имени Склифосовского. Трансплантация почки увеличивает риск возникновения инфекции у пациента. Чаще всего рассматривают три фактора развития инфекции и рецепента почки. Это хирургические, инвазивные манипуляции, катеризация центральных вен, мочевого пузыря, дренирование раны, сама операция ее осложнения, мочевой затек, инфаркт почки, тромбоз сосудов, возможная аспирация при эндотрахеальном наркоте, трансплантация инфицированного донорского органа. Второй фактор риска – это непосредственно иммунный статус пациента, низкий иммунный статус исходного уремия до операции и впоследствии применение иммуносупрессивных препаратов после трансплантации на протяжении жизни пациента вместе с трансплантатом. И третий тип – это эпидемическое окружение, риск возникновения назокомиальной инфекции у пациента, пребывающего в условиях реанимационного отделения и отделения трансплантации почки. В нашей работе мы коснулись только вопроса развития тяжелой инфекции, причиной которой являлся контаминированный бактериями почечный трансплантат. На слайде вы можете видеть стандартные пути инфицирования почечного трансплантата, наиболее частым из которых является инфицированный донор. Безусловно, согласно Федеральному закону о трансплантации органов и тканей человека, доноры проверяются на ряд инфекций, и без этих проверок невозможно изъятие трансплантации. Однако длительное нахождение потенциального донора в отделении реанимации в условиях ЭВЛ повышает степень риска трансплантации органов, контаминированных госпитальной флоры, даже при имеющихся в наличии на момент изъятия органов отрицательных посевов крови донора. В избежании инфицирования реципиента до проведения изъятия почки у донора проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление системной локальной бактериальной инфекции. На слайде представлен паспорт донорского органа, предоставляемый Московским городкоординационным центром донорства, вместе с органом в Центр трансплантации под конкретного пациента в соответствии с требованиями Департамента здравоохранения города Москвы. Вверху паспорта вы можете видеть анализы, выполненные в соответствии с требованиями. Для уменьшения риска возможного инфицирования трансплантата донору перед изъятием органов вводятся антибиотики широкого спектра. А также в обязательном порядке производится контроль перфузата почки с определением чувствительности выделенной микрофлоры к антибактериальным препаратам. Контроль перфузата почки проводят дважды. Первый – после изъятия в момент перфузии консервирующим раствором бригады хирургов забора органов. Второй – при вскрытии пакетов с органом в консервирующем растворе для обработки трансплантата уже в трансплантологическом центре. То есть контроль перфузата бывает дважды, двумя независимыми организациями – центром забора органов и уже непосредственно трансплантологическим центром. Из наиболее серьезных доноробусловленных инфекций, встречающихся у рецепиентов почки, угрожающих жизни, выделяют три типа. Первый – это инфицирование донора вагональном периоде бактериальными и грибковыми агентами, что проявляется быстрым развитием инфекции у рецепиентов в раннем послеоперационном периоде, обычно в первые семь дней. Второй – это вирусные инфекции донора, вызванные вирусами группы герпес-вирусов. Они также опасны, особенно при трансплантации инфицированного вирусом донорского органа неинфицированному серонегативному пациенту. Наиболее опасным считается цитомегаловирус, который вызывает тяжелые, иногда молниеносные формы ЦМВ-пневмонии, гепатита. Другие же вирусы, например, Эпштейн-Бар, тоже группа герпес-вирусов, долго оставаясь в неактивном состоянии в организме рецепиента трансплантата на фоне иммуносупрессивной терапии. Через некоторое время, спустя годы, иногда десятилетия, может вызвать лимфопролиферативные заболевания и индуцировать различные опухоли. Третий тип инфекции встречается в отдаленном периоде и связан с передачей рецепиенту с донорским органом микобактерии туберкулеза. Долгое время вирус может не проявлять себя и манифестировать лишь спустя годы после трансплантации почки. Во избежание развития инфекционных осложнений у рецепиентов почных трансплантатов всегда проводится обязательная профилактическая терапия, включающая антибактериальные, противовирусные, противогрибковые препараты. На данном слайде представлена наша схема, которая всегда применяется, это не только в России, это везде в Европе, в Америке, достаточно стандартная. Целью нашего исследования было определить частоту положительных бактериологических проб перфузата почечного трансплантата и гнойно-септических осложнений, связанных с пересадкой первично инфицированного органа, оценить эффективность проводимой профилактической антибактериальной терапии. В наши исследования вошли данные за 2011-2013 годы, когда было прооперировано равное количество пациентов и были использованы разные схемы антибактериальной профилактики. Так, ретроспективно было проанализировано 182 случаи трансплантации почки у 178 рецепиентов, включая 4 ретрансплантации, выполненные в нашей клинике. В зависимости от схемы антибактериальной терапии были выделены две группы. В обеих группах было по 89 человек. Мужчины несколько преобладали. В обеих группах средний возраст был около 46 лет. В большинстве случаев причиной развития хронической почечной недостаточности и необходимости к трансплантации почки послужил хронический гламиролонефрит, реже встречался сахарный диабет, хронический пилонефрит и другие различные заболевания. У 87 пациентов из каждой группы было пересажено по одному трансплантату. У двоих была выполнена также в начале пересадка одного органа, но в результате отсутствия ее функции им была проведена повторная заменная трансплантация с удалением первой почки и трансплантацией второй. В первой группе использовались цифалоспорины третьего поколения в комбинации с ингибиторами бета-клоктомаз использовался стандартный сульперозон или использовались карбопинемы в течение 14 дней. Во второй группе применяли комбинацию цифалоспоринов третьего поколения, цифтриаксон и ванкомицин 250 мг в сутки. Мы учитывали обязательно клубочковую фильтрацию у пациентов и применялся он только в течение первых пяти дней. Почные трансплантаты были получены преимущественно от доноров с бьющимся сердцем. Чаще всего это были мужчины, вы можете видеть, это практически больше 78-79%, только 20% женщин было доноров. Среднее время холодовой шемии, то есть время от момента изъятия у донора до пуска в кровотоку рецепиента составляла 11 часов. Средний возраст 40 лет донора. В первой группе было выявлено 11 положительных посевов перфузата, что составило 12,1% от всех случаев трансплантатов. Во второй группе было выявлено 5 положительных проб перфузата, что составило 5,5%. Чаще всего в обеих группах встречались бактерии рода стафилококков, однако было замечено, что если в первой группе среди выделенных бактерий несколько преобладала грамма отрицательная флора, то во второй грамма положительная. Вот это общая статистика выделенных микробов у пациентов нашего отделения в течение двух лет. Она включала в себя не только посевы перфузата, разумеется, но и посевы мочи преимущественно, крови раневого содержимого мокроты. И вы видите, что, как и во многих отделениях, в основном преобладала грамма отрицательная флора. На фоне проводимой профилактической антибактериальной терапии только у одного пациента из первой группы было отмечено развитие тяжелой инфекции, флегмоны, ложе трансплантата и сепсиса, где возбудителем являлась клепсиелопневмония, что привело к необходимости удаления трансплантата с последующей длительной реабилитацией пациента. В остальных случаях развитие тяжелых инфекций не было отмечено. Надо сказать, что у нас не было ни одного летального исхода, что, в принципе, это очень хороший результат, если сравнивать наше отделение 7-й городской больницы, когда орган, допустим, приходил один к нам, контаминированный, другой нет, у них летальные исходы были, у нас не было ни одного. Вот парно, это пациент Журкин, которого мы спасли, инфекция проявилась на четвертые сутки вообще огромной флегмоной, в 7-й городской больнице пациентка умерла. Частота положительных, и вот, хотела бы уже выводы зачитать, частота положительных результатов при бактериологическом исследовании перфузата почечных трансплантатов составила 5,5-12%. Наиболее частым микроорганизмом выделимого на перфузата являлся стафилококк. В связи с этим интенсивная профилактика развития тяжелых инфекций у рецепиентов необходима. Отмечен единственный случай развития гнойно-септических осложнений у рецепиента с первично инфицированным трансплантатом при контаминации, калипсиела, пневмонии в высокой степени. Использованные схемы антибактериальной профилактики оказались эффективны в обеих группах сравнения. Однако с учетом стоимости препаратов схема антибактериальной терапии во второй группе выглядит наиболее предпочтительно. Спасибо за внимание.